3 февраля 1943 года Гитлер провел в Кёнигсберге. В Германии в этот день был объявлен траур по погибшим немецким военнослужащим в Сталинградском котле. В их честь по радио передавали Токату Роминор и Огана Себастьяна Баха. Склонному к мистике Адольфу Гитлеру это событие показалось предвестником новых неудач. Через два года весной 1945-го у стен Кёнигсберга будет стоять Красная Армия и улицы города превратятся в огненный ад. Тогда фюрер обратится к жителям с необычным призывом. Сражаться с врагом так же, как сражались жители Сталинграда. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА 9 апреля 1945 года в Кёнигсберге произошло событие, которое отчасти повторило сталинградский эпизод двухлетней давности. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Письмо, которое парламентеры доставили в штаб противника, было адресовано командующему фронтом маршалу Василевскому. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Через час командующий 11-й армией генерал Галицкий получил приказ маршала Василевского готовить своих парламентеров для передачи противнику ультиматума о капитуляции. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Вывдя к Балтийскому морю, наши войска прочно стянули стальное кольцо вокруг восточно-прусской группировки немцев. Судьба немецких войск, окруженных в Кёнигсберге, предрешена. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА К началу апреля 1945 года три армии 3-го Белорусского фронта стояли на внешних подступах к Кёнигсбергу. В результате проведения Инстербургской, Хельсбергской, Браунсбергской наступательных операций советские войска окружили Кёнигсберг с востока, юга и запада. Лишь узкая полоска земли вдоль Балтийского побережья связывала город-крепость с Земландским полуостровом. Там еще оставались немецкие части. Кёнигсберг. Столица Восточной Пруссии. Здесь короновались германские монархи, зарождался немецкий милитаризм и высокий прусский боевой дух. Это был любимый город короля Фридриха II, перед которым Гитлер благоговел и преклонялся. В 45-м на Кёнигсберг, как на последний рубеж перед Берлином, возлагались особые надежды. Он остался единственным крупным укрепленным городом Германии, способным сдержать наступление Красной Армии. Взятие Кёнигсберга должно было стать кульминацией всей восточно-прусской операции. Немцы считали его абсолютно неприступным бастионом. Понадобились столетия, чтобы превратить его в мощную крепость. А когда войска Красной Армии вошли в восточную Пруссию, высшее немецкое командование начало модернизацию старых и строительство новых укреплений полевого типа вокруг города. Обороной Кёнигсберга руководил комендант города Отто фон Ляш. Он получил приказ защитить и во что бы то ни стало удержать город. Генерал от инфантерии рассчитывал, что линии обороны сдержат натиск советских солдат. Кёнигсберг они не возьмут. Первую линию составляли траншеи, оборудованные для ведения огня высокой плотности, противотанковый ров, который считался непреодолимым, 12 мощных фортов, а на открытых участках надолбы и колючая проволока. Вторая линия обороны проходила по окраинам города. Каменные здания использовались в качестве опорных пунктов. На улицах возвели баррикады. На перекрёстках установили железобетонные конструкции и оборудовали позиции для противотанковых орудий. Третья линия была уже в самом городе. Бастионы, равелины, башни. Кирпичная кладка в 3 метра толщиной. Подземные казармы, склады боеприпасов и продовольствия. Кёнигсберг считался неприступной крепостью, непреодолимой. Ну, а мы имели приказ овладевать всем, чтобы на пути встретиться. Подготовка к штурму началась задолго до выхода Красной армии к Кёнигсбергу. Кроме тренировок специальных штурмовых групп, было проведено обучение командиров всех степеней. Каждый был обязан знать город как свои пять пальцев. Ведь в большом населённом пункте трудно ориентироваться, и есть опасность столкновения со своими же войсками. Подготовку к операции штаб фронта вёл скрупулёзно. Специальная авиационная группа в течение нескольких дней фотографировала окраины и центр. Результаты аэрофотосъёмки и агентурные данные дополнили подробный план Кёнигсберга, найденный в одной из библиотек города Кранца. В результате уже в конце марта командиры получили испещрённые условными знаками карты города. На них были отмечены полевые городские укрепления, противотанковые и противопехотные заграждения, огневые рубежи и отдельные точки. Позже Отто фон Ляш в своих мемуарах оправдывался. При господствовавшей в городе Неразберихе, когда военные перемешались с гражданскими, русские, естественно, могли заслать в крепость многочисленных шпионов и составить себе точную картину нашего положения. На передовой стали появляться немецкие солдаты, перебежчики, вырвавшиеся из русского плена. Однако среди них попадались и посланцы Комитета свободной Германии с письмами от немецких генералов, находившихся в русском плену. Они призывали наших командиров к капитуляции и прекращению борьбы. Кёнигсбергский гарнизон составляли 6 дивизий, 130 тысяч человек, из которых по запискам коменданта крепости лишь 35 тысяч солдаты и офицеры вермахта, остальные бойцы фолькштурма, 4 тысячи орудий и минометов, более 100 танков. Советское командование для штурма города сосредоточило 36 стрелковых дивизий, которые насчитывали 137 тысяч человек, 5 тысяч орудий, 2,5 тысячи самолетов, 538 танков и самоходно-артиллерийских установок. 1 апреля в радиусе 9 километров от центра города заняли исходные рубежи 43-я, 50-я и 11-я гвардейской армии. Разница между советскими силами и силами противника, особенно в авиации, была колоссальной. Казалось бы, с таким явным преимуществом в личном составе и техническом оснащении успех Красной Армии предрешен. Но среди тех, кому предстояло штурмовать город, было много новобранцев. Их призвали в Красную Армию из освобожденных районов Белоруссии, Украины, Молдавии. Кто-то воевал в партизанских отрядах, кто-то на оккупированной территории. Нам придали несколько соединений частей артиллерии большой и особой мощности. Это, допустим, у 305-мм орудий снаряд весит 330 килограмм. Такую артиллерию придала нам Ставка, потому что Герезберг – это мощная крепость, толщина перекрытий бронированных до 3-х метров. Пробей, пожалуйста, эту крепость. 2 апреля 1945 года началась артподготовка. Четверо суток орудия крупного калибра крушили крепость. Но разрушить форты первой линии обороны им не удалось. К примеру, из сотен попаданий в стены форта номер 4 лишь считанные снаряды смогли пробить каменную кладку. Удачнее действовали батареи Балтийского флота. Морские орудия, установленные на железнодорожных платформах, выпустили по целям внутри города более полутора тысяч снарядов. Были разрушены танковые и пороховые заводы. В стенах прежде неприступных бастионов появились бреши. Ранним утром 6 апреля командующий фронтом маршал Василевский отдал приказ начать штурм города. В атаку пошли танки и пехота. Поддержки с воздуха не было. Из-за густого тумана авиация оставалась на аэродромах. Завязался затяжной кровопролитный бой. Генерал фон Ляш поставил формирование СС на самые важные участки обороны. Они сражались отчаянно. К концу дня советские войска продвинулись на 2 километра и вышли к окраинам Кёнигсберга, который к тому времени горел и превращался в руины. Перед комендантом предстала страшная картина. 6 апреля русские войска начали генеральное наступление такой мощи, какое мне не доводилось испытывать, несмотря на богатый опыт на востоке и на западе. Около 30 дивизий и 2 воздушных флота в течение нескольких дней беспрерывно засыпали крепость снарядами из орудий всех калибров и сталинских органов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два дня беспрерывно, все время день и ночь шли самолеты, одни идут туда, другие назад, не туда, сюда. И бомбили Кёнигсберг, то есть эти крепления, эти форты. Иначе не подойдешь, не возьмешь его к Низберг голыми руками так, просто. Его разбомбили так, что в городе не то, что проехать, а и пройти нельзя было. На следующий день, 7 апреля, офицеры довели до немецких солдат заявление коменданта крепости о том, что Кёнигсберг падет только после Берлина. Однако в это уже почти никто не верил. Несмотря на показательные расстрелы, немцы дезертировали десятками. В полосе наступления 11-й армии капитулировали гарнизоны сразу трех фортов. Их осаждали огнем артиллерии и огнеметом. Тем не менее, гарнизон Кёнигсберга продолжал оказывать упорное сопротивление, проведя в этот день 35 контратак. Большинство в сторону Земландского полуострова, откуда на помощь осажденному городу пытались выйти части 4-й немецкой армии. Но прорвать кольцо окружения немцам не удалось. Они уже апрель-май месяц паниковали. Гитлер капут, Гитлер капут, руку поднимает. А что на душе, я... Никто не залез туда. Руку поднял, сдается вроде, оружия нет, солдат посмотрели, граната, там пистолет не было, сдавались. Гитлер капут. Сталин, гуд, гуд, пальцы показывает, Сталин, так? А где Тлер капут? 9 апреля стало окончательно ясно, что я со своими солдатами и всем населением Кёнигсберга брошен вышестоящим командованием на произвол судьбы. Ждать помощи со стороны уже не приходилось. В течение трех дней в городе царились смерть и разрушение. Не оставалось ни малейших шансов на то, что мы сумеем выстоять своими силами. 9 апреля 1945 года в 21 час 30 минут в бункер коменданта Кёнигсберга генерала фон Ляша на площади Пара-де-Плац спустились три офицера Красной Армии. Их сопровождал подполковник Кервин. Три советских фронтовика, прошедшие всю войну, впервые оказались в логове врага. Немецкие военнослужащие тоже первый раз увидели в своем штабе офицеров Красной Армии. Ни пленных, ни сдавшихся, ни раненых. Все понимали, парламентеры пришли вручить коменданту города текст ультиматума о безоговорочной капитуляции. Часть немцев это не устраивало. Они собирались стоять до последнего. Но большинство были готовы сдаться. Предлагая врагу капитулировать, парламентеры рисковали. В 44-м году при взятии Будапешта немцы расстреляли группу советских офицеров, которые шли под белым флагом и предлагали противнику избежать лишних жертв. Начальник штаба немецкого гарнизона полковник фон Зюскин первым подписал соответствующий приказ. Затем свою подпись поставил и сам генерал фон Ляш. Генерал отказался от установки сражаться до последнего солдата. Подписав приказ о капитуляции, он надеялся спасти от верной гибели оставшихся солдат и гражданское население, а также сохранить хотя бы остатки города, который можно будет восстановить после войны. Дальнейшие события показали, что генерал был прав. Поскольку немецкое командование фактически потеряло управление своими войсками, немцы, не зная о капитуляции, продолжали бои на улицах города. Однако сопротивление постепенно ослабевало. Сдавались гарнизоны фортов, тотов, укрепленных позиций. Из укрытий и убежищ стали появляться немецкие солдаты с белыми флагами в руках. Иногда им вручали листовки с текстом обращения маршала Василевского, в котором предлагалось сдаться в плен. С этими листовками пленных отправляли убеждать оставшихся сложить оружие. Но были и те, кто намеревался продолжать бои даже в покоренном городе. Много солдат укрылось на чердаках, в подвалах, в разваленных зданиях. Для Отто фон Ляша сдача Кёнигсберга не только военное поражение, это личная трагедия. Он не исполнил свой воинский долг. Подпись под приказом о капитуляции смертный приговор немецкому офицеру. Фюрер был в ярости. Город Фридриха, портрет которого он всегда носил с собой, капитулировал. Не просто пал, сдался. К расстрелу были приговорены все повинные в этом позоре. Гитлер отдал распоряжение выкопать и развеять по ветру прах всех родственников, предателей и трусов, которые сдались. Но и этим Адольф Гитлер не удовлетворился. Отто фон Ляша он заочно приговорил к смертной казни, а семью генерала приказал считать судебно ответственной за его преступление. Супруга фон Ляша и его старшая дочь были посажены в тюрьму в Дании. Его зять был заключен в тюрьму в Берлине. Младшая дочь была посажена в тюрьму в Потсдаме. Из Берлина в Кёнигсберг неслись проклятия. Фюреру было не суждено больше с благоговейным трепетом внимать звуком Баха в Кёнигсбергском кафедральном соборе. В какой-то момент Отто фон Ляш был близок к самоубийству, но здравый смысл все же удержал его от этого шага. Из своего бункера комендант города-крепости вышел в сопровождение офицеров штаба. Вслед за ним в течение одного дня сдались более 50 тысяч немецких солдат и более 1800 офицеров. Всего же в Кёнигсберге было пленено более 90 тысяч человек и более 40 тысяч погибло. После войны уже бывший генерал Отто фон Ляш будет приговорен к смертной казни, которую заменят 25 годами заключения. Отбывать срок он будет в Иркутинском лагере для военнопленных. И только в 1955-м ему разрешат въезд в Германию. Он поселится в городе Бат-Годесберг, а остаток жизни проведет в Бонне. В Кёнигсберг Отто фон Ляш больше никогда не вернется. В 24 часа 9 апреля в Москве был дан салют 24-мя артиллерийскими залпами из 324 орудий. Приказом Народного комиссара обороны от 17 мая 1945 года 97 соединений и частей были удостоены почетного наименования «Кёнигсбергские». 156 награждены орденами. 216 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. 19 повторно. Трое советских парламентеров полковник Петр Яновский, капитаны Александр Федорко и Владимир Шпитальник были удостоены орденов Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга». Это была единственная медаль, учрежденная не в связи со взятием или освобождением столицы, а в награду за взятие города-крепости. До конца войны оставалось 30 дней и 600 километров фронтовых дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok